Добрый день, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и хотел бы сегодня ответить на ряд вопросов, связанные с подготовкой организации митинга 6 июля. Тема сегодня заявленная называется «Об отстранении Назарбаева гражданским правительством». Дело в том, что сейчас после массовых митингов 1 мая, 9 июня и, собственно, вся предыдущая деятельность нашего демократического движения привела к тому, что сейчас сознание народа стремительно изменилось. Если до последнего момента где-то был пессимизм, были сомнения в возможностях нашего народа, я знаю, что были возгласы, которые говорили, что вот мы не такие дружные, как армяне, мы не такие сильные, как грузины, мы не такие энергичные, как украинцы, мы не можем даже выходить на массовые митинги, как это делают россияне в России. И, собственно, вот такие вот жалобы и пессимистические настроения присутствовали. Но последний месяц все изменилось. Все изменилось, потому что мы сумели перешагнуть через свои страхи, организовать эти массовые протесты. Мы понимаем, что осталось буквально сделать решающий шаг. И этот режим Назарбаева, который властвовал 30 лет нашей страной, довел до нищеты, коррумпировал фактически все уровни власти нашей страны, что этому режиму приходит конец. Сейчас это наступает массовое сознание такое и понимание. И в этой связи все предыдущие наши программы и эфиры выглядят уже более реалистичными. И ко мне поступает очень много вопросов, связанных с тем, как пошагово добиваться смены политического режима Нурсултана Назарбаева. Именно, допустим, в Астане, именно в Алматы, именно в Шимкенте. Во всех предыдущих преступлениях я все время озвучивал о том, что существует научно обоснованная цифра, которая проверена во многих странах. Что за научно обоснованная цифра? Дело в том, что в общественных процессах происходят различные действия, которые подчиняются определенным правилам и законам. Ну, например, вы все прекрасно знаете, что если тяжелый предмет бросить вверх, то, безусловно, этот предмет приземлится на Землю. И в свое время ученые объяснили этому факту, научное объяснение, что есть гравитация, земное притяжение. Любой предмет, который брошен человеком вверх, он обязательно по определенной траектории и формуле приземлится на Землю. Вы все прекрасно знаете, что когда на улице будет 0 градусов по Цельсию, в этот момент вода начинает замерзать и появляется тонкая корка льда. Вы знаете, что когда вы кашляете, это значит, что вы простудились. И тоже есть способы лечения, которые человечество разработало за свое тысячелетнее существование в этом мире. И, собственно, общественные процессы тоже подчиняются определенным правилам, определенным законам. Так вот, уже научно давно доказано, что когда 3-5% населения страны или 3-5% определенного населенного пункта, столицы, города какого-то крупного, выходят на улицы с массовыми протестами, Как правило, если тема и требования созвучны и требования связаны с отставкой власти на места, как правило, власть мирным путем покидает свои кресла. И если говорить о нашей стране, в Казахстане живет чуть более 18 миллионов человек. 3,5% это приблизительно чуть более полумиллиона человек. От 3,5% до 5% достаточно, чтобы произошла мирная смена власти. То есть, достаточно от полумиллиона до миллиона человек, чтобы наш народ вышел на улицы, на площади страны, с требованием отставки Нурсултана Назарбаева и его правительства, то по всем законам, известным общественного развития, это и происходит. Значит, наша задача в достаточно крупных населенных пунктах, таких городах, как Астана, Алматы и другие города, добиться, чтобы вышли на массовые акции протеста от 3,5% до 5% населения. Давайте мы сейчас сосредоточимся на нескольких городах. Я на примере этих городов хочу показать, как будет происходить смена власти. При этом смена власти произойдет мирным путем, именно без каких-либо серьезных столкновений и жертв. Итак, в Алматы и в Астане давайте мы рассмотрим, какая численность проживающих в этих городах. В Астане живет чуть больше миллиона человек по официальной статистике. Значит, для того, чтобы произошла мирная смена режима, достаточно приблизительно 35-50 тысяч человек. Это 3,5-5%. То есть, если в Астане и в Алматы выйдет от 35 до 50 тысяч протестующих, требование, которое будет отставка власти, это, собственно, и произойдет. Если в Алматы живет 2 миллиона, 3,5-5%, это приблизительно, ну, где-то от 70 до 100 тысяч человек. Что происходит, когда такое количество людей выходит на улицы города? Как правило, полиция переходит на сторону народу. Достаточно 20% полиции перейти на сторону народа, при том в полной амуниции, в той амуниции, которую, скажем, власть направила на разгон митингов, то это приводит к панике в рядах полиции. И оставшая часть, как минимум, нейтральна. Как правило, значительная часть добавляется, переходит на сторону народа. Ну и какая-то часть просто бросает, что называется, свою амуницию, полицейскую форму, просто уходит домой и не участвует в этих митингах на стороне власти. Это мировая практика. Это, по сути дела, уже сейчас является научным фактом. И теперь я хотел бы уже погрузиться в детали. Вот представим такую ситуацию, когда такое количество людей выходит в Астане и в Алма-Ате. Давайте мы сначала разберем ситуацию в Астане. Вот приблизительно 35-50 тысяч человек выходят на акции протеста. Ну, например, эти протестующие собрались на правом берегу города Астаны. Почему на правом? Потому что это именно там, в основном, жилая часть. Именно там живет обездольная часть нашего населения, который особенно сильно страдает от управления страной режимом Нурсултана Назарбаева. Когда такая масса, около 50 тысяч человек, собирается, обычно, как правило, опять же, это существуют определенные законы о поведении человека. Эта масса начинает двигаться к президентскому дворцу. И когда такая масса двигается, эту массу не может остановить никто. То есть, что полиция переходит на сторону народа. В этом случае звучат разные вопросы. А как дальше действовать этой массе? Что нужно делать? Лозунги понятны. Шалкет, тохаевкет. Лозунги понятны, что должно прийти к власти народное правительство. Это все понятно. Но как? Собственно, как весь этот механизм должен произойти? Мне, например, говорят. Ну, 6 июля, это суббота, выходной день. Нам что? Нужно двери взламывать в резиденции Назарбаева, Такаева. Ну, мы же мирно организовываем митинг. Да, это все правильно. Это мирный протест. Но вы забываете важный нюанс. Когда такая масса выходит на улицу, то полиция переходит на сторону народа. Именно полицейские охраняют эти резиденции. Именно у полицейских находятся ключи. Именно полицейские охраняют Токаева и Назарбаева. Ну, я их называю условно полицейским. Это служба охраны президента, но так называемые представители силовых служб. Но когда такая масса полицейских переходит на сторону народа, происходит следующее. Просто эти двери открываются ключом. Даже если они закрыты. Даже если там никого нет. В Армении год назад протестующие просто зашли в здание, административное здание, там, где находится местная власть. В частности, правительство, парламент. И просто эта масса заходит в коридоры, в помещения и заполняет собой. И вытесняет, если там есть чиновники от власти. Их просто вытесняет. Они просто теряют свою позицию, свое место в результате вот такого массового движения народа. Далее. Что в этом случае происходит? В этом случае Назарбаев, вся политическая верхушка, будет пытаться покинуть страну. Бежать. Но и здесь очень простое решение. В связи с тем, что полиции на стороне народа, они, безусловно, экипированы. У них есть машины и все прочее. Но и у наших гражданских лиц есть транспорт. Поэтому следующий ход. Часть людей просто перемещается в аэропорт и блокируются аэропорты страны, чтобы препятствовать возможному бегству Нурсултана Назарбаева и Такаева из страны. Вот, собственно, такой механизм. Потому что навигационные службы, все диспетчера, они сидят в аэропорту. И когда такая масса просто блокирует аэропорты, то вылет самолетов невозможно. И третий этап. Это полиция вместе с народом производит арест политической верхушки. Собственно, самого Нурсултана Назарбаева, Такаева, министра внутренних дел, председатель комитета национальной безопасности Карима Масимова, всех тех, кто представляет силовой блок страны. Это все происходит стремительно. Теперь мне задают вопрос. А как арестовывать главу государства, того самого президента, премьер-министра Назарбаева, ну, вроде бы есть закон, в Конституцию внесены поправки, звучащие следующим образом, что первый президент, он не подсуден, члены его семьи тоже не подсудны, он не подлежит аресту, преследованию и так далее. По этому поводу ответ очень простой. Вы все прекрасно знаете, что, в частности, Такаев нелегитимный президент, что итоги выборов фальсифицированы и что вы его не выбирали. Это первое. Но более важно другое. Важно то, что эти выборы были нелегитимны, потому что в соответствии с Конституцией все права граждан равны. А поправки, которые внесены в наше законодательство, звучат следующим образом. Это в 2017 году были внесены такие поправки, что, оказывается, право участвовать на выборах имеет тот кандидат, который проработал не менее пяти лет на государственной службе. Как вы понимаете, в таких государственных службах у нас, может быть, десятки тысяч, а в стране проживают миллионы, которые обладают правым голосом. И получается, что государственный служб обладает большими правами, чем любой человек, не работавший в сфере государственного управления. Это прямое нарушение статей Конституции. И хотел бы вам напомнить, что недавно был опубликован анализ очень известного американского юриста и адвоката, в котором прозвучало, что Казахстан, проводя все эти выборы, последние, предыдущие, нарушал все международные соглашения различными ограничениями, которые препятствовали появлению независимого кандидата от народа на выборы президента. Все выборы, которые были до 9 июня, все предыдущие выборы, они были нелегитимные. То есть Казахстан нарушал все международные соглашения о выборах, о свободе слова и все прочее, их масса, такие различные соглашения, которые нам позволяют сказать следующее. Нахождение у власти, но султан Назарбаева, было нелегитимным, потому что всех независимых кандидатов он не допускал на выборы, итоги выборов всегда фальсифицировались. По сути, это является, он является незаконным президентом или являлся. И существующие поправки в Конституции опять нарушают нормы Конституции, когда все граждане равны перед законом. А значит, не может быть у Назарбаева каких-то исключительных прав, что он может быть не подсуден, член его семьи не подсудный. Такого в мире нигде нет. Сейчас он не является президентом. Автоматически все эти поправки являются нелегитимными. В этом смысле наши граждане, которые будут участвовать в смене режима, участвовать вместе с полицией в аресте Нурсултана Назарбаева, должны быть уверены. Вы не нарушаете никакие законы страны. После того, как Нурсултан Назарбаев будет арестован, ему будет предъявлено обвинение в узурпации политической власти страны, в грабеже страны. Доказать для этого достаточно. Мы проведем открытый суд, независимый открытый суд. Пригласим западных специалистов, западные СМИ. Вся страна и весь мир должны видеть, что судебный процесс над Нурсултаном Назарбаевым и его командой, те, которые все эти годы, 30 лет грабили страну, страну будет справедливой и честной. И не будет никаких подтасовок. Все материалы будут предоставлены суду, объективные. Будут десятки тысяч свидетелей. Он будет наказан за все свои преступления. Не только за грабежи, но и за убийство людей, за расстрел Жанна Зенцев в 2011 году. Одним словом, за 30 лет Назарбаев совершил такое множество преступлений, что не представить никакого труда, собрать эти доказательства и осудить его на пожизненно, с полной конфискацией имущества. Уважаемые друзья, Итак, я сейчас по стране хотел бы объяснить следующее. У нас есть все легитимные основания произвести арест Нурсултана Назарбаева, Хасмажимар Такаева и членов правительства, которые будут препятствовать к мирной смене режима. Мы предъявим обвинение в узурпации политической власти и, по сути, нарушение всех норм действующей, даже действующей конституции страны. Итак, масса около 50 тысяч человек собирается на правом берегу, перемещается на левый. Происходит заполнение основных административных зданий, где находится парламент, правительство, резиденция Назарбаева, этими протестующими. Полиция подключается к этому процессу, производит арест Нурсултана Назарбаева. Блокируется аэропорт, аэропорт Астаны и таким образом препятствуется возможному бегству из страны Нурсултана Назарбаева. Год назад все, что я озвучил бы, звучало бы, наверное, несколько фантастично. Сейчас я уверен, что многие из вас это понимают, они хотят этого. И очень важны детали, как все это будет осуществляться. Мне многие задают вопрос, что такое гражданское правительство, что такое временное правительство, хотя мы это много раз озвучивали, но я сейчас хотел бы по этому поводу сказать несколько слов. Инициатором проведения массовых протестов в стране является именно политическое движение «Демократический выбор Казахстана». Мы планируем после того, как произойдет смена власти, ареста Нурсултана Назарбаева, создать временное правительство. В временное правительство войдут представители общества, гражданское общество, гражданские активисты, которые проявили себя именно в результате этой борьбы, добивались все вместе смены этого политического режима Нурсултана Назарбаева. Мы организуем временное правительство и распустим парламент Нурсултана Назарбаева. Временное правительство планирую возглавить я сроком на полгода. Как только будет блокирован аэропорт в Астане, или в Алматы, или в Шемкенде, в каком-то крупном городе, я планирую немедленно прилететь в страну, организовать временное правительство сроком на полгода. И в течение этого полугода все желающие могут создать и зарегистрировать политические партии, выйти со своими программами к народу и начать борьбу за депутатские места в парламенте. То же самое делать будем и мы, политические движения, демократические выборы Казахстана. Мы сейчас являемся движением. Как только произойдет смена власти, мы зарегистрируем партию «Демократический выбор Казахстана». Эта партия озвучит свои политические программы и мы на общих основаниях будем бороться за депутатские места в парламенте. Затем в парламенте победившая партия на выборах имеет право формировать правительство страны. И именно парламент будет назначать премьер-министра и министров. Мне часто задают вопрос, а какая гарантия, что новая власть не узурпирует все властные полномочия, как это сделал Нурсултан Назарбаев. Я многократно отвечаю, гарантией являться будет именно сама политическая система парламентская республика без должности президента. Депутаты парламента в случае, если правительство не исполнит своих обещаний, в один день может отправить в отставку премьер-министра и министров. Поэтому, собственно, это будет являться гарантией того, что правительство будет работать эффективно. Если правительство не будет работать эффективно, то парламент, собравшись в течение одного дня, немедленно может отправить в отставку все правительство. Нынешняя политическая конструкция не позволяет отправлять в отставку ни Назарбаева, ни Такаева. Он все так выстроил, таким образом узурпировал власть, Сам назначает депутатов своим указом или через партию Нуратан, которая вытеснила все политические партии, которые могли бы участвовать в парламентских выборах. И таким образом произошла узурпация политической власти в нашей стране. То есть в нынешней ситуации отстранить от власти Токаева и Назарбаева можно только в результате массовых народных протестов. Собственно, вот такая политическая модель, которую мы предполагаем построить, а именно парламентскую республику, приведет к тому, что и премьер-министры, и министры будут назначаться депутатами и будут подотчетны народу. Второе. Все акимы, городов, областей, населенных пунктов будут избираться народом. Именно избираться. Тогда акимы, областей и различного урода акимы будут отчитываться не перед премьер-министром или даже не действующим, должность президента у нас не будет, а именно перед народом. Это и будет обязанность подчиняться народу. Именно народ их будет назначать, избирать и увольнять. Судьи тоже будут избирать народ. Таким образом, получится так, что все уровни власти будут подчиняться народу, будут избираться народом. Вот, собственно, все это дает гарантию, что узурплация власти не повторится, что у нас больше не будет никогда диктаторов. Мы все должны осознать, что нынешняя политическая модель, которую мы предлагаем, она давно существует в мире. Она работает во всех ведущих странах Европы, Соединенных Штатах Америки и так далее. Поэтому мы здесь ничего нового не изобретаем. Мы делаем то, что в мире уже есть. Собственно, вот как интернет, как сотовый телефон, мы его не изобретаем. Мы просто берем и пользуемся. И та политическая модель, которую мы планируем организовать, она тоже уже известна в мире. Поэтому, уважаемые друзья, 6 июля мы готовимся именно к смене политического режима. Достаточно в одном городе, чтобы власть перешла на сторону народа. Возьмем, к примеру, Алмату. Если в Алматы выходит 50-70 тысяч человек, это масса просто заполняет акиматы. Полиция переходит на сторону народа. Часть протестующих входит в аэропорт, блокирует аэропорт. Военные, которые там есть, безусловно, перейдут на сторону народа, потому что они являются частью народа. Военная, эта воинская часть находится около Копчегая. Я думаю, что вы это знаете. Это, еще раз, эта политическая модель действий народа подчиняется законам общественно-политического развития, которые проверены во многих странах мира. Я обращаюсь также к жителям города Шимкент, где проживает 1 миллион человек, а также к жителям города Арыся. Если вы объединитесь, если вы выйдете с едиными требованиями, и около 50 тысяч человек выйдет на улицы Шимкента, механизм тот же самый. Эта масса заполняет собой городскую администрацию, офисы городской администрации. Затем часть протестующих переходит в аэропорт, блокируется. Полиция переходит однозначно на сторону народа. Я обязательно прилечу тогда в этом случае именно в этот город. Достаточно, чтобы власть в одном городе крупном перешла на сторону народа. Она начнет сыпаться власть по всем крупным городам страны. Мы это можем сделать. Таких примеров в мире много. Год назад это произошло в Армении без единой жертвы. Когда мы психологически осознаем, что это возможно, когда мы поймем, что в мире это сделано, мы тоже можем повторить этот успех и армян, и грузин, и других государств. Мы можем это сделать. Мы сейчас должны ясно понимать, куда двигается наша страна. Мы не должны переживать, что будут какие-то столкновения. Для того, чтобы этого не было, нам достаточно обеспечить многократные численные превосходства. То есть в таких крупных городах, как Алматы и Астана, нам нужно собрать около 50 тысяч протестующих. Чтобы вы знали, количество полицейских в Алматы не более 5 тысяч. В Астане около 3 тысяч. То есть против такой массы никто не устоит. Более того, сразу происходит переход полиции на сторону народа. Поэтому, когда я говорю о гражданском правительстве, я говорю о представителе общества. Именно тех, кто добивался смены политического режима. Тех активистов, которые участвовали в акциях протеста. Именно они завтра займут ключевые посты во временном правительстве. Но это будет не более чем полгода. В течение полгода произойдут выборы на всех уровнях власти. И вы можете участвовать на этих выборах. Вы можете выдвигать свою кандидатуру. Вы можете стать депутатом. Таким образом, нынешняя так называемая политическая элита Нурсултана Назарбаева вся будет оттеснена. Вся будет выведена из власти на всех уровнях. В парламенте, в правительстве, в акиматах придут новые люди. Придут новые люди, которые хотят построить цветущие государства без коррупции. И построить такое государство, что именно тогда, когда власть принадлежит народу. Поэтому 6 июля мы можем этого добиться. Алга Казахстан.